Шымкент Шымкент на правах самого южного города страны балует на солнечной погоде практически круглый год. Однако с середины весны до осени солнечная активность приносит не только радость, но и солнечные удары. Как шымкентцы спасаются от жары? Я ее люблю! Что мне от нее спасаться? Хорошо, а вам точно не жарко? Мне не жарко, я здесь родилась, я здесь выросла. Я люблю жару, я люблю шымкент, я все люблю. Скажите, а что делать людям, у которых солнечный удар постоянно? Ну, шляпки пусть носят, а как же? Водичкой обливаются, водичку пьют. Я даже не знаю, как я спасаюсь. Мороженым, наверное, напитками. Единственное, очень плохо, что у нас в городе нету источников водных, где можно было бы просто освежиться и скупаться. Хотя прекрасная река Качкорота есть, которая, к сожалению, не такая чистая, как хотелось бы. Вообще наш город подобен Дубаю. Только не хватает водоема какого-то огромного. И чтобы это было по доступной цене. Вот если бы это было бы возможным, то никуда бы и не ездили бы наши земляки. А скажите, как спасаетесь от жары? Никак, я просто хожу, привык. Но если ты южанин, ты должен привыкнуть к этой жаре. Но если ты приезжий с севера, будет трудно привыкнуть. Скажите, что посоветуете людям в такую жаркую погоду? Дома сидеть, под кондиционером. Кот – простой сушен. Она газированный болмайды. Жастар кобня газированный и не ест, он болмайды. Он, наоборот, ханды хойулатып жіберет. Адамды сэл босада хуап берет, барақ ертен аль суретет. Ен давасы кадымык, карапайм. Пайнаған су или крандағ су.